И не только в угрюмом обжоре, но и на канале Арафильм. Добро пожаловать на героик первого босса Черной Горы. Игра Хардстоун. Я надеюсь, вы уже поняли это. Итак, как говорится, чтобы победить героического босса, нужно понять, какой колодой его нужно сделать. Какой колодой можно это сделать, причем с наименьшим закладом попыток. Потому что, в принципе, чисто теоретически, можно где-то 50% любых колод победить героического босса. Только на это будут каждый раз уходить разное количество попыток. В чем суть колоды, которую я играю, я еще успею показать в конце этого ролика. Ее суть заключается в том, что мы в колоду кладем как можно больше существ дорогих за 7-6 маны. Если есть легендарки, можно все легендарки тоже туда запихивать. А потому что, как вы видите, способность босса вытягивать на стол, она вытягивает не только его карты из колоды, но и ваши. Второе, что в колоду нужно положить, это массовые зачистки. Или массовые станы. То есть, в этом случае маг получается наиболее выгодным. Потому что у него больше всего этих зачисток и всяких замораживающих запинаний, которые к тому же очень дешевые. Дешевые как и по мане, так и по крафту, если у вас по коей-либо причине их не оказалось. Третье, что можно положить в колоду, это Сильвану. Тем более, она есть, наверное, у всех, потому что я сомневаюсь, что кто-то еще не купил и не прошел на Ксрамос. Времени было для этого достаточно. Сильвана, она стоит недорого, и она поможет вам забрать одно уражеское существо, которое обычно всегда дорогое. Самое главное, в нужный момент. Атаковать ее. Вот. Ну и, собственно, если у вас есть огры, которые заставляют противника промахиваться по вам, так как он идет в основном в лицо, или по наиболее опасным существам, он тоже может сыграть свою роль. 50% шанс, но он все-таки довольно-таки большой. Вот, например, в данном моменте, до последнего. Ну, то есть, у меня существо с одной единицы здоровья осталось жить в семье. Так, хотя это ненадолго. Следующим ходом от него избавиться, к сожалению. Но, тем не менее. Вот ко мне пришла Сильвана, и мы сыграем. В нужный момент. А, да, и после Сильвана, что еще можно положить, это Калтузад. Если у вас, ну, так как босс в основном бьет в лицо, и у вас на столе встанется, например, пара существ, то Калтузад очень может хорошо зайти. Вы сможете зачистить стол, и Калтузад потом всех воскресит за словами «Встаньте, мои воины». Ну, что у нас по ситуации на доске в данный момент? У меня 17 здоровья. Противник почти не еще мне покоцанный. У него очень неплохо зашли сейчас все карты, все существа на доске. Он контролирует доску. Но Сильвана для того и предназначена. Сейчас, в принципе, любой из вариантов был бы весьма неплохим, кого бы она не забрала. Поэтому Сильвана здесь может в какой-то момент завершать. По поводу провокаторов, ну, у меня вот во всей холоде, по-моему, один или два вот таких провокатора, защитника Аргуса, я не знаю, как его зовут. И они здесь особо не решают. Конечно, один удар он мне помог сдержать, но это не самое важное. Да, еще, судя по тому, как ведет себя бот, где-то есть таблица с приоритетами целей, то есть с их опасностью, и Изера и Килтузад, они находятся в верхних строчках, поэтому в данной ситуации между выбором заморозить существа и сыграть Килтузаду, это естественное решение, но я не знаю, почему я об этом думал, потому что у него на доске стояло достаточного урона, чтобы превратить мое лицо в кровавую миссию. Ну а теперь ему нужно как-то что-то делать, потому что ситуация ему неравна, но, короче, слоя Килтузаду, и вот тут то лица-то ведь это сработало. И чисто теоретически он мог наплевать на все, или не мог, 16, 20, 24, 29, не, ну да, я его, скорее всего, убил, если бы он не убил хотя бы Килтузада. Ну, в этой ситуации уже понятно, что мы заморозили двух существ, дальше нашему противнику ничего не остается делать, как просто взять и проиграть. Тем более оставшийся живой Килтузера, она, которая уйдет всякое. Хотя, возможно, у него может быть у кого-нибудь массовая зачистка, которая спасет все дело. Ну и да, есть такая у него, которая, кстати, заметил, у нас с козом очень выкачивает, что у нас все существов, кое-что будет закончилась. Так, это такое, что мы не знаем. Да, и потасовка это та зачистка, которая работает всегда. В смысле не работает всегда, а работает на большой количестве существ с большим количеством здоровья. Но в данный момент боту не повезло, поэтому мы сделаем дополнительные ходы, и превращаем его в искусство с кучкой пепла. Да, вот такой первый бас. Не очень сложный, но и в принципе заставляет хоть немного на чем-то задуматься, за что компания Blizzard отдельная. Спасибо, потому что испытываешь большое удовольствие, когда сам придумаешь колоду, она работает, и ты справляешься в ограниченное количество ходов с боссом. Ну, собственно, колода мага, вы можете поставить на мои заклинания, которые я положил. Все вполне таки стандартное. Зачистки массовые, массовые замораживающие, они весьма дешево стоят, поэтому можно их скрактить, если нет. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Спасибо, что посмотрели. Удачи и до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»!